друзья мои всем привет всем огромный привет ну что ж у нас с вами сегодня речь пойдет о семействе колесниковых напоминаю вам о том что у меня появился телеграм-канал а также мой канал можно найти на яндекс дзене ссылочку обязательно закреплю в комментариях но вы конечно же не забывайте переходить и подписываться ну что ж в начале перед тем как мы начнем с вами обозревать последние шедевры семейства колес я хочу поблагодарить своих любимых зрителей и подписчиков которые несколько дней тому назад мне дали так скажем информацию о том что они нашли колес да а именно лёшку в общем да продают все самое ценное из дворца продают балалайку друзья мои балалайку оценили в 4500 рублей ту самую с которой тогда помните пыталась на которой пыталась играть даринка ну и остальные так скажем члены семьи а также выставил себя на авито насколько я понимаю как мастера на час наш лёшка колесо да друзья мои в общем как то так и оценил себя от полутора тысяч за услугу и написал следующее помогу по хозяйству выполню любой мелкий ремонт сборку разбираясь в электрике в сантехнике жена есть много детей не пью не курю оплата по факту постоянным клиентам и хорошим людям скидки есть машина минивэн если что-нибудь потребуется но и написал мастер на час московская область павловский посад что я хочу сказать во первых спасибо огромное моим зрителям которые меня поставили в известности написали мне в телеграм-канал подобную информацию спасибо вам огромное да я бы лёшка точно не разыскивала бы да по всевозможным так скажем вот этим вот местам где лёша может находиться ну вот друзья мои мне просто интересно когда лёшка писал вот это вот объявление в котором по идее он должен указывать так скажем свои определенные профессиональные навыки зачем было писать а вот это вот женат есть много детей ребят пишите в комментариях у кого какие версии то ли лёшка решил так скажем сразу расставить все точки над и показав что мол так и так если у вас будут какие-то серьезные намерения то имейте ввиду что я женат и у меня есть много детей не пью не курю в общем выглядело это так что словно лёшка продавал а не столько так скажем свои умения способности в делании ремонта да и так далее сколько продавал сам себя мол посмотрите какой я из ряда вон весь положительный я все умею я все могу плюс ко всему прочему я замечательный семьянин а еще я не пью и не курю в общем лёшка молодец вы знаете но я на самом деле теперь переживаю за светочку вот друзья мои чем как говорится черт не шутит кто его знает как может сложиться а дело а ведь все может быть вот приедет лёшка в очередной так скажем на очередной свой какой нибудь заказ встретит там какую-то приятную женщину светину ровесницу вот ну свою да светину ровесницу или какую-нибудь женщину постарше может быть даже помоложе ему повезет какую-то интересную и так скажем польститься на нее польститься на то что у нее есть и все и как говорится все на этом песенка спета светкина точно и придется ей со всеми детьми собирать свои манатки и ехать конечно же куда конечно же к себе в есентуки обратно в общем друзья мои вы знаете как то вот все таки они лёшку зря мне кажется на такую работу отправили а может быть лёшка по большому счету сам специально все вот эти вот объявления написал дабы от него отстали скажет ну что вот заказов нет что я могу выше головы я не прыгну я не знаю насколько что он там делает как нему обращаются но друзья мои какой он прекрасный так скажем хозяин в доме мы с вами имели честь лицезреть на протяжении последнего особенно времени да почти два года они проживают в подмосковье и вспомните вот это хотя бы кусок линолеума который торчал 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 почти два года это было просто что-то с чем-то там мне кажется все уже об него несколько раз споткнулись разбили себе лоб а лёшке было абсолютно плевать вспомните в каком состоянии были обои стены в каком состоянии до сих пор весь дом до гараж и так далее поэтому что может человек сделать так скажем как муж на час у других людей когда он у себя в доме не в состоянии был сделать какой-то уют не в состоянии был довести этот дом до ума ничего он не хотел делать ну да ладно друзья мои как говорится поживем увидим посмотрим может быть конечно лёшка начнет зарабатывать бешеные бабки хотя в этом конечно же очень сомневаюсь если бы все было так просто все бы все бы шли бы как раз таки вот муж на час и мастер на час и зарабатывали бы деньги друзья мои как говорится колеса на проводе светка начистила целый вагон морковки как обычно и собралась ее тереть я не знаю я не знаю что будет но что-то будет либо морковка по-корейски либо какой-нибудь очередной светкин шедевр какой-то знаете очередной вкусный салат далее друзья мои энджи в своем вот этом вот веселом наряде какой-то поэрториканской девушки делает домашний майонез все как всегда на ужин у семейства запеченная тыква слушайте просто здорово светка молодец светка просто такая хозяюшка знаете от слова худо всех своих детей все свое семейство она буквально держит на под нужном корме тут вам пожалуйста и морковка тут вам и тыква как говорится не объешьтесь далее далее любимая дочь а грызет тыкву ребят а мне стало страшно вот честно я смеялась смеялась а потом мне стало страшно смотреть на даринку ребенок вот такое ощущение что это ребенок каких-то запойных алкашей вот честно знаете вот как показывают в этих а в передачах вот эти вот а социальные семьи и действительно ребенок запойных алкашей которые не занимаются своими детьми совсем ребенок с сальными волосами все волосы запутаны спутаны волосы лохматые какая-то там непонятная косичка становится понятно что девчонку наверное уже не причесывали где-то скорее всего с недели ну вот как ездили наверное на собрание так ее и не причесывали далее далее смотрю мелкая как всегда дуркует ну а настя бедная несчастная ее обязанности намывать раковину я так предполагаю не только раковина но конечно же еще и унитаз и так далее кто-то пишет в комментариях о том что какая настя молодец пишут у колес не у меня мол какая в настя молодец какая настя ответственная это видимо люди которые очень плохо знают семейство колесниковых и не понимают что у насти просто нет никакого выбора насти выбор никто не предоставит настя сказали убирай и настя будет убирать да мамка вот эта хозяюшка вы знаете я вот все время поражаясь тем людям которые говорят о том что какая же света прекрасная женщина какая она прекрасная мать и какая она прекрасная хозяйка ребят я все прекрасно понимаю что таким образом защищать светку могут только такие же засранки как и сама светка вот действительно потому что та женщина девушка которая следит за домашним хозяйством со своими детьми но никогда во первых дети у нее не будут ходить вот в таком непотребном виде а это просто ужасно все волосы спутанные все девчонки лохматые все ходят в грязной одежде не меняет ее неделями сама светка ходит постоянно с грязной сальной башкой да в общем как то дом вечно все засрано все везде валяется это что-то с чем-то маман спит до обеда и маман как раз таки знаете не успевает бедная не успевает раковину намыть она ждет настю чтобы та пришла помыла раковину и помыла унитаз вам не кажется что это слишком для ребенка 13-летнего возраста заставлять ее мыть унитаз когда маман с папан ни черта не делают сидят дома и нифига не делают кто-то говорит что лешка вот устроился на работу delivery club видели до сумку я тоже эту сумку у него видела но что я хочу сказать ребят откуда мы знаем может быть эта сумка макса может быть эту сумку им просто кто-то отдал подарил или еще что-то может быть она специально стоит так скажем сбивает на стол куда бы мы думали о том что лешка работает и потом ребят вы знаете но не работать так скажем 40 с лишним лет и устроиться куда-то на работу это две разные вещи вот когда он отработает лет пять десять вот тогда мы скажем что он действительно работает а пока еще рано вообще в принципе о чем-то говорить да светка светка все износится как дурень со ступой со своей рассадой многие пишут светочка какая ты молодец вот я не понимаю если честно на кой черт им это рассада на кой черт им этот огород которым она опять будет заниматься все свое свободное время просто похерит всех своих детей а то что у нее в доме дом будет засран опять по полной программе и в итоге на выходе да так скажем выхлоп будет абсолютно небольшой там несколько помидор несколько огурцов совсем чуть-чуть картошки на этом в принципе все друзья мои потом они опять будут все это дело покупать далее далее светка решила получить анжелку жизни и говорит если что это маркер а не фломастер свет нужны тебе кого бы то ни было учить ты сама плиту называешь печкой постоянно и как говорится вуз не дуешь далее далее светка с мелкими девчонками готовят сосиски в тесте и кстати да светочка правда всегда говорит не сосиски а сосиски сосиски в итоге на какие то знаете вот эти вот сосиски получились к ссабуги светка сказала одна сосиска получилась какая-то знаете такая вот непонятно какая но там была не одна там скорее всего одна или две которые получились нормальные остальные такие знаете перекособочены и все не понятно какие тесто порвалось тесто вылезает в общем как-то так но дети довольны понятное дело детям тоже хочется что-то поесть, помимо тыквы, помимо морковки. За столом, как всегда, друзья мои, верующие семьи. Так, для тех, кто не в курсе, для тех, кто меня только-только начинает смотреть, вы имейте в виду, я когда стебусь, то есть, понятное дело, к верующей семье они не имеют абсолютно никакого отношения. Это просто, знаете, псевдоверующие, это ряженые, как я всегда называю таких людей, которые просто прикрываются верой, прикрываются церковью, а ничего они ни в душе, ни в сердце не умеют, не верить, ни, так скажем, помочь своему ближнему, никому абсолютно. Поэтому, да, но они себя позиционируют, как верующие, и я и говорю, как всегда, за столом, верующие семье все орут. Никита трясет свою башкой, просто направо-налево, я не знаю, бьет Настю, да, Максик лежит здоровый, вот такой вот лоб же, лежит на кухне, на кухонном уголке, просто полуголый. В присутствии матушки, в присутствии сестер, да, то есть в присутствии зрителя они это заштриховали, но все же, друзья мои, вы сказали о том, что вы такие стали все из себя правильные, при всем при этом у вас пацан лежит полуголый, без футболки, без майки, а что это за свинское отношение к зрителю? Я, конечно, понимаю, что это он взял пример от папаши, да, ничего хорошего, к сожалению, от папаши взять не мог, вот взял то, что смог взять. Далее, далее Светка говорит, а сейчас мы едим фрукты. Светка говорит, я нарезала детям фрукты, да, друзья мои, вы знаете, вот когда трескает даришка с мамкой, то там никто фрукты не режет, там фрукты едят целиковыми плодами, я бы сказала, и апельсины целыми, да, и яблоки, и так далее. Ну, а здесь, так скажем, чтобы много фруктов не тратить на своих детей, Светка решила им все порезать. Далее, далее Настя сдает Энджи и говорит, оказывается, Анжелка психанула в школе и порвала свой дневник. Ребят, я вот это вот когда услышала, честно, знаете, мне стало и смешно, и как-то немножечко даже грустно. Вот попадись ей под горячую руку, я про Энджи, да, она зашибет, как говорится, и глазом даже не моргнет. Вот вырастили, вырастили на свою голову какую-то неконтролируемую девицу. Вторая, кстати, растет точно такой же. Я, конечно же, про мелкую, потому что остальные Виталина с Настей, да, они за такие затюканные девчонки, они, конечно, слова поперек особо не скажут. И вот Анжелка, Анжелка говорит Насте, типа, рот прикрой что-то такое, мол, типа, не говори, не рассказывай, типа, зачем ты меня сдаешь, но сама же Анжелка ржала и, знаете, так вот это вот рассказывала, да, я порвала дневник, а зачем, типа, это нужно, а туда и сюда, и я так слушаю, думаю, ё-моё, и эти люди пытаются себя позиционировать как верующие, да. То есть то, что она ведет себя как самая настоящая хабалка в 15-летнем возрасте, да, то есть это абсолютно для них считается нормальным. То есть они ходят на собрания, там что-то где-то это, тут же в конце ролика сидят, жалобно воют христианские песни, но при всем при этом дети ведут себя как хабальё, и родители на это даже ни внимания никакого не обращают, правильно? Потому что и родители такие же далеко от детей, конечно же, не ушли. Дети что? Дети впитывают всегда все как губки от своих родителей. Далее, друзья мои, пошла Светочка покормить собаку вместе с Дариной. Дарина опять шарахается от этой бедной собаки. Вы знаете, вот просто смотришь на это все, блин, уже у них столько времени собака, да, неужели не могли как-то приучить детей к этой собаке, собаку выводить, погулять вместе с детьми, как-то чтобы они ее полюбили, потому что собаке нужна в любом случае ласка и внимание, и забота, и так далее. Бедная собака сидит себе в этом вольере, оттуда даже носа не кажет. Далее, друзья мои, я смотрю, на стене висят христианские плакаты. Вот эти вот, знаете, висят на стене, на кухне, видно, выдали им, я так понимаю, на собрание, чтобы колеса все-таки, знаете, не сбивались с пути истинного, жили, так скажем, более правильно. Но вот особенно это было смешно, когда, знаете, один сидит, бьет свою сестру и трясет своей башкой, как какой-то вообще ненормальный, и второй валяется в полуголом состоянии, а тут же под этими плакатами, это реально смотришь на, вот смотришь на все на это, какой-то дурдом на выселках, по-другому я не скажу. Да, друзья мои, а, кстати, мне вот написали в комментариях туда-сюда, причем пишут мне уже там второй или третий влог подряд, вот и Светочка беременная. Ну, вы, наверное, знаете, я вам посоветую, те, кто считает, что Светочка беременная, все-таки начать уже смотреть с Колесниковых, а то вы знаете из той категории людей, которые слышат звон, да не знают, где он. Светочка беременная, вот все прекрасно знают, да, что Светочка беременная уже последние почти два года, с тех самых пор, как они переехали в Подмосковье. Беременная, да, как слон. Вот слониха носит два года, так и Светка, бедная несчастная, никак разродиться все не может. Все никак не может разродиться. Понятное дело, что так говорят те, да, ну, мы, когда так говорим, мы можем, как говорится, пошутить, но когда говорят так и уверяют, что нет, она же беременная и так далее, ну, значит, вы не смотрите Колеса, о них вообще ничего абсолютно не знаете. Светка просто поправилась, у нее теперь задница действительно шире Хабаровского края, поэтому, да, она поправилась, и она никоим образом не беременная. Все абсолютно ясно и понятно, поэтому заканчивайте мне писать в комментариях, что Светочка беременная. Нет, конечно же, если вы обладаете более такой, так скажем, детальной информацией, да, если вы лично знаете точно 100%, как Светочкин гинеколог, то, конечно же, я могу с вами даже пообщаться, вот, но я в этом очень сомневаюсь, что вы чем-то обладаете, просто визуально посмотрели на Светку, на ее животное, ее задницу, и решили, что она беременная. Нет, как говорится, нет, и еще раз нет. Да, друзья мои, в общем, что? В общем, что, друзья мои? А в общем и ничего, все то же самое, как говорится, те же яйца, только в профиль. Далее, далее опять вышли, значит, они там тоже опять с Даринкой, очередной выход, выход покормить этого графа. Граф опять бедный сидит, Светка одета, знаете, как это, востушу подета, Даринка стоит рядом, тоже, как не пришей козе рукав. Затем зашли, смотрю, Даринка опять дурью мается, начинает вот эти вот трясти опилки, причем их всяко-разно кидает в разные стороны. Светка, по большому счету, толком вообще ничего ей не говорит, замечаний почти никаких не делает, даже не думая о том, что Даринка может как-то себя травмировать, или еще что-то. Но, с другой стороны, мелкой позволено все, и здесь, в принципе, все, как говорится, ясно. Друзья мои, в общем, что, у колес ничего нового, все то же самое, продолжаем смотреть вот этот вот затянувшийся сериал, который, я надеюсь, когда-нибудь кончится свадьбой. Я все жду, знаете, свадьбу Энджи, мне все хочется посмотреть, какой же она будет невестой, женой, ну, вот матерью как-то, знаете, вот мне уже жаль, заранее жаль ее, так скажем, детей, потому что она настолько ленивая, настолько она ничего не хочет делать, потому что даже вот если сравнить ее с Настей, Настя хотя бы какая-то в этом плане, да, более ответственная, серьезная, Насте дали задание, Настя его как-то выполняет, старается и по дому все делает и так далее, Виталинка тоже. Ну, а Анжелка это просто что-то с чем-то. Ребят, вот такой у меня получился обзор, пишите, что вы думаете по этому поводу, оставляйте свои комментарии. Ну что ж, всех целую, обнимаю, всем желаю всего самого наилучшего, берегите себя, своих родных и близких, все, всех целую и всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok